На фоне нехватки мест в дошкольных учреждениях в Иванове возникла новая проблема с местами в школах. В прокуратуру советского района поступила жалоба от родителей первоклашки, которую не приняли в элитную 23-ю гимназию. Даже несмотря на то, что ребенок проживает непосредственно напротив образовательного учреждения. Заявитель также указал, что часть поступивших детей должны быть закреплены по месту регистрации за другими школами. В ходе проверки было установлено, что доводы заявителя нашли свое подтверждение в связи с тем, что ряд недобросовестных граждан предъявили на регистрацию в образовательное учреждение документы о временной регистрации своих детей на закрепленной территории за образовательным учреждением, которые не соответствовали действительности. Всего выявлено 20 таких фактов. Один факт был выявлен о том, что один из родителей предъявил подложный документ, то есть сведения в данном документе не соответствовали действительности. В прокуратуре выяснили, что справки о временной регистрации зачисленных первоклашек не соответствуют действительности. То есть дети вместе с родителями по соседству со школой никогда не проживали. Причем руководство образовательного учреждения о таких махинациях даже не подозревало. В адрес руководителя образовательного учреждения было направлено 6 протестов об отмене приказов о зачислении 20 несовершеннолетних, которые необоснованно были зачислены по данным документам. В управлении образования по городу Иваново нам пояснили, что, как правило, стараются контролировать такие вопросы. Однако документы о регистрации по месту жительства и по месту временного пребывания имеют при зачислении равную силу. У нас проводятся и свои внутренние проверки, и неоднократно вся информация вывешивается постоянно на сайт учреждения, сколько остается свободных мест в учреждении. И в случае, если свободных мест нет, но ребенок проживает на данной территории, согласно опять тому же приказу Министерства образования по редку приема, заявитель обращается в управление образования, и мы предоставляем ему место, даем направление в другое образовательное учреждение с учетом места жительства. История завершилась благополучно. Ребенка приняли в образовательное учреждение. Правда, ситуация с мертвыми душами, пытавшимися незаконно поступить в гимназию, немного испортили первоклашке радость поступления.